Всех приветствую, 2260 сборка, новый довольно-таки мощный игровой системный блок, построенный на базе процессора AMD Ryzen и в таком вот замечательном у нас корпусе AZA Iris 330, RGB подсветка здесь везде, подсветка регулируется, синхронизирована и при желании можно подсветку либо отключить, либо переключить режим работы причем подсвечивается у нас и USB-шки, и нижняя вот эта полоска, и все четыре вентилятора изначально в корпусе идет только два вентилятора на передней панели, нет контроллера подсветки в данном случае у нас стоит здесь отдельный контроллер и с помощью кнопки Reset можно уже управлять подсветкой ну а если ночью эта елка нам мешает, то можно легким движением руки отключить подсветку и уже ничего мешать не будет режимов работы у контроллера очень много, порядка 50 штук ну и конечно так весело все выглядит причем кулер у нас стоит Deepcool GAMAK 400 а у него мы тоже поставили такие же вентиляторы AZA поставили на заднюю панель такой же вентилятор AZA ну и у нас получилось все в едином стиле все синхронизировано классные коробки, сбоку будет закаленное стекло спереди такая сетка с небольшим пыльником и через него уже просвечиваются светодиоды системник у нас построен на базе AMD Ryzen в данном случае Ryzen 7 2700 8 ядер, 16 потоков поколение Zen Plus частота базовая 3200 МГц и в трубобусте он довольно-таки сильно сам разгоняется до 4,1 ГГц очень мощный процессор и в принципе потенциал любой видеокарты раскроет ну разве что для 3070 может быть стоит прыгнуть на поколение вверх а так быстрый многозадачный процессор и самое главное недорогой вентилятор у нас на видеокарте еще подсвечивается видюха у нас RTX 2060 сейчас это крайне редкий гость еще и KFA два видюшка чтобы такие видеокарты заполучить нам приходится покупать целиком системники не самые вкусные лишь бы такая видюшка была и уже сами это все дело разбавляем материнская плата здесь на B450 чипсете довольно-таки с развитой системой питания процессора неплохая плата это ASRock B450M PRO 4F два радиатора на ключах 8-пиновая колодка плата поддерживает 5-е поколение райзенов и при желании хоть райзен 9 без каких-либо проблем эта плата прокормит 4 слота под память два разъема M2 в общем такая относительно породистая плата при том что у Intel если бы B450 чипсет такой середнячок не мог бы гнать ни память по частоте ни особых от нее ничего разгонных потенциала не ждать то у B450 плата в данном случае есть возможность как разгонять процессор так и разгонять память и вот память у нас в данном случае стоит с XMP профилем на 3200 МГц ADATA XPG Spectre XD41 с RGB подсветкой тоже металлические здесь радиаторы имеет 16 тайминги память шустрая, быстрая и в принципе не такая уж дорогая разница между профильной и непрофильной сейчас уже меньше наверное тысячи рублей память дорожает собственно сейчас все дорожает вслед за видеокартами начали дорожать мониторы память да и процессоры тоже прибавляют цене процессор не горячий скорее здесь скорее всего здесь стоит такой огромный кулер ну не для красоты но чтобы машинка получилась гармоничной это гамак 400 гамак с 300 мы пропускаем здесь довольно-таки большая башня 4 тепловые трубки тдп тдп очень-очень бодрая видеокарта продаем ее гораздо ниже нынешнего рынка ssd накопитель на 120 гигабайт фирмы трансэнд и второй у нас накопитель это жесткий диск на терабайт то чтобы на 7200 оборотов он у нас в корзине через резиновые демпферы прикручен с обратной стороны ну а блок питания у нас здесь на самом деле с большим запасом потому что это термилтек сертификатом 80 плюс TR2S 600 ватт имеет трехлетнюю гарантию блок питания и будет тянуть в принципе любую современную видеокарту вплоть до RTX A3070 без каких-либо проблем сертификат об этом и говорит ну и сейчас крышку наденем стеклянную посмотрим как это в конечном итоге выглядит крышка у нас стеклянное стекло практически полностью прозрачное на всю сторону корпуса толстое стекло стекло у нас закаленное в свое время у нас подобное стекло проходило краш-тест даже не разбилось у корпуса есть два посадочных места под вентилятор либо 120 либо 140 миллиметров есть отступ и при определенных обстоятельствах сюда даже поместится водяное охлаждение для водянки нужно либо отступ вверх либо отступ вбок ну и чтобы память не мешала здесь у нас кстати память еще со скосами и вот эти скосы помогают как раз водоблоку разместиться как-то экспериментировал я в таком корпусе водянку с такой памятью мне как раз и повезло ну а в остальном красивый очень быстрый аппарат полноценный такой аппарат что в ближайшие пять лет наверное сюда деньги не вкладывать абсолютно ну просто нечего с одной стороны можно поставить мощнее процессор с другой стороны зачем с другой стороны можно поставить мощнее видюху и опять же при нынешних ценах на видеокарту есть ли смысл ну а если разрешение у монитора будет Full HD то это видеокарты как мне кажется на три на пять лет будет в производительности достаточно ну а по деньгам машинка вышла у нас восемь четыре тысячи сто рублей ну это 85 тысяч наверное это такая вот оптимальная игровая машинка можно альтернативу собрать на i5 10400F по деньгам она выйдет примерно так же может быть чуть-чуть подороже выйдет но в целом это будет примерно одно и то же по-русски